Международный день прав человека, общество «Хочу помочь беженцам» выступило с призывом отменить чрезвычайное положение на латвийско-белорусской границе. В заявлении говорится о том, что с лета 2021 года лица, прибывшие на границу Латвии со стороны Белоруссии, ищут убежище в Латвии. Многим из этих людей неоднократно препятствовали в пересечении границы или возвращали их в Белоруссию, откуда их снова насильно вытесняли на латвийскую границу. Среди этих людей есть семьи с детьми и несовершеннолетние персоны, представители уязвимых групп. И по данным организации, с наступлением зимы мигранты подвергаются большой угрозе для своего здоровья и жизни. Руководитель общества «Хочу помочь беженцам» Эва Раубишко подчеркнула, что пересечение рубежей не в соответствии с законом не отменяет право человека просить убежище, а запрет на пересечение границы людьми, которые хотят просить убежище, противоречит международным обязательствам Латвии и законам Европейского Союза. Организация также призывает разрешить средства массовой информации и неправительственным организациям обеспечить доступ к мигрантам на границе для предоставления гуманитарной помощи. В следующем году изменится порядок использования льгот на проезд в региональном общественном транспорте. Это касается и междугородных автобусов, а также пригородных и железнодорожных маршрутов. Об этом сообщает автотранспортная дирекция и подчеркивает, что в новом году, чтобы воспользоваться льготным проездом, необходимо будет предъявить ID-карту. Другие удостоверения, например, инвалидов, многодетных, семей репрессированных регионального общественного транспорта, больше не будут приниматься во внимание. Новая система заработает тоже в первой половине 2023 года. За планированные изменения в первую очередь коснутся инвалидов 1 и 2 групп, лиц с инвалидностью до 18 лет, обладатели удостоверения года гимена, политически репрессированных, участников движения национального сопротивления, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых распространяются государственные льготы на проезд. Кристиан Сгоденч, председатель управления автотранспортной дирекции, пояснил, что новая система упростит использование льгот для пассажиров, так как людям потребуется только ID-карта, которую нужно будет зарегистрировать в пункции продажи билетов или у водителя. Если ID-карта была оформлена в период со 2 сентября 2019 года по 27 декабря 2021 года, то необходимо активировать функциональное приложение, чтобы получить льготы на проезд. На сегодняшний день право на льготный проезд в Латвии имеет около 280 тысяч жителей. Напомним, со следующего года ID-карта также станет обязательным документом, удостоверяющим личность для всех граждан и неграждан Латвии, достигших 15-летнего возраста. Латвия засыпала снегом, и уже с 4 часов утра Дагоповские коммунальные службы приступили к ликвидации снежного коллапса. В течение всего дня в усиленном режиме работали 26 единиц техники, были привлечены и дополнительные ресурсы. В Дагоповске снежный покров увеличился до 21 сантиметра, в Дагде до 25, в Петруе до 29, а в Резакне до 15 сантиметров и в Мадуне до 31 сантиметра. За прошедшую ночь магистральные улицы уже были убраны трижды. Обращаем ваше внимание, согласно правилам, в первую очередь очищаются участки с наибольшей интенсивностью движения, то есть проезжие части тротуарей в центре города, а также магистральные дороги и дороги, используемые общественным транспортом. Автомобильные и трамвайные остановки и тротуары также очищаются в приоритетном порядке. Улицы во всех районах с классами содержания дорог А и А1, а также Б, должны быть очищены в течение 6 часов после завершения снегопада. По словам руководителя Даугуплс-Адакса Сергея Благовещенского, ситуация с общественным транспортом в Даугуплсе с утра тоже была очень тяжелой. На трамвайных путях всю ночь ходил спецтранспорт, расчищавший снег, а утром водители городских автобусов, ехавших по маршруту в крепость, обнаружили, что дороги еще не почищены. В результате маршруты и автобусы буксовали. Проблемы были и с 12-м автобусом, который следует по маршруту автостанция-крыжи-автостанция. Некоторые рейсы отменялись, а некоторые задерживались на 10-15 минут. По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся до утра вторника. Поэтому водители призывают учитывать погодные условия, быть крайне внимательными на дорогах и не оставлять свои автомобили там, где они могут помешать работе специализированной техники. Открытие городского уличного катка возле Ладус-Хала откладывается на неопределенный срок. Причина – погодные условия. Дело в том, что конструкция крыши катка не выдержала такого объема снега, который выпал прошлой ночи. На данный момент Далгоповский олимпийский центр, в ведении которого находится данный спортивный объект, проводит работы по ликвидации последствий произошедшего и по восстановлению конструкции. После того, как крыша уличного катка будет отремонтирована, ледовая площадка начнет свою работу по ранее составленному расписанию. Предполагается, что в будни каток для общественного катания будет открыт с 17 или 18 часов в зависимости от расписания тренировок. А в субботу каток будет начинать свою работу с 11 часов, а в воскресенье – с 12. Стоимость билета составит 1 евро в час, а аренда коньков обойдется в 1,5 евро. Само управление Далгоповского объявило конкурс эскизов в будущей реконструированной стропской эстрады. Авторы эскизов должны будут предложить концепцию благоустройства этого культурного объекта, чтобы можно было ее полностью использовать как летом, так и зимой. Речь идет о реновации приездных путей, автостоянке, площадке для уличной торговли. Художникам также предстоит представить варианты визуального отделения эстрады от находящегося поблизости коммунального кладбища. По результатам конкурса будут выявлены призеры скиш-конкурса. За свои творческие проекты они также получат денежные премии. За первое место – 5500 евро, за второе – 2000 евро и за третье место – 1000 евро. На разработку технического проекта городская дума готова потратить не более 300 тысяч евро, а на строительство и реконструкцию стропской эстрады – 3,5 миллиона евро. 9 декабря Государственное агентство развития и образования за выдающееся достижение вручило награды «Крылья-2022» двум Дагоповским учебным учреждениям. Номинация «Инклюзивность и многообразие» за проект «Дизайнерские навыки для творческой жизни» награда была присвоена Средней школе дизайна и искусства Саула Скола. А в номинации «Приоритет программы Erasmus Plus» – цифровая трансформация за проекты по повышению профессиональной компетентности учащихся Дагоповского строительного техникума по квалификации автодиагност, дизайнер интерьеров, помощник архитектора и слесарь-отделочник с использованием географической мобильности ЭКВЭТ. Награда была присуждена Латгальскому индустриальному техникуму. Награду за выдающееся достижение «Крылья» 2022 года Государственное агентство развития и образования вручало впервые. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин